Здравствуйте, я Ольга Добрякова. И это программа «Область новостей» с обзором главных событий в регионе. Сегодня в выпуске. Неутешительная статистика. О месяце безопасности на дороге расскажет Олег Рожков. Если водитель не хочет проблем с законом, при себе он всегда должен иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис. Творческие выходные. В том, что рисовать может каждый, убедилась Алла Белякова. Арт-балкон в Осевском будет открыт на протяжении всего лета. Любой желающий каждую субботу может прийти сюда и научиться рисовать с нуля, либо улучшить свои навыки в живописи. Праздник духовой музыки. По главной улице с оркестром прошла Елена Хромова. Международный фестиваль дает прекрасную возможность объединиться всем духовикам в одном творческом порыве. На других посмотреть и себя показать. Только за май этого года в Тамбовской области произошло 690 ДТП. Из них 103 с пострадавшими. Статистика диктует свои условия, поэтому госавтоинспекторы вышли в очередной профилактический рейд по предотвращению происшествий на дороге. Продолжит Олег Рожков. В Тамбове наступил месяц безопасности. Все это время сотрудники ГИБДД будут находиться в рейдах по областному центру и усиленно проверять автомобилистов. Ведь их главная задача не дать увеличиться цифрам в статистике ДТП. Здравствуйте, инспектор ДТП, если там полиция. Документы, водитель пришли. Проверить документы и понять, не находится ли водитель в наркотическом или алкогольном опьянении. Стандартная, но от того не теряющая своей важности процедура для инспектора, которая порой помогает выявить нарушителей и избежать плачевных последствий. Если водитель имеет признаки опьянения, проводим освидетельств на месте. Если не согласен, соответственно, в медицинском учреждении. По словам инспектора, к подобным проверкам люди относятся с пониманием. В диалоге идут навстречу. Ведь они тоже заинтересованы, чтобы на дороге было меньше нарушителей. Главное самим не забывать о простых правилах. Если водитель не хочет проблем с законом, при себе он всегда должен иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис. Ну и, конечно же, он всегда должен быть трезвым. Володя, у нас все же в порядке? Конечно. Тогда поехали? Да, только не забудь пристынуть иметь. Олег Рожков, Николай Иванов, Александр Щеднов. Область новостей. 22 победителя представят нашу область на национальном чемпионате Обилимпикс в Москве. Такими итогами завершился конкурс профмастерства среди людей с инвалидностью. Два дня за право быть лучшими соревновались парикмахеры, мебельщики, портные, повара и дизайнеры. Всего более 130 участников. Оценивали их мастерство эксперты, среди которых и работодатели. Одна из задач их чемпионата – решить вопрос с трудоустройством людей с инвалидностью. Больше всего призовых мест завоевали студенты Тамбовского техникума отраслевых технологий. Среди них Ярослав Яблочков, студент второго курса. Он отличился мастерством самой зрелищной компетенции. Поддерживала и помогала в подготовке однокурсница Татьяна Адова, победительница прошлого года. Где-то спешила, что-то не получалось. И поэтому приходилось немножко исправлять. Но все равно все получилось, и прическа была отличной. Большое спасибо мастеру за обучение. Уже этой осенью Ярослав в числе 22 победителей представит наш регион на национальном чемпионате в Москве. Напомним, чемпионат «Обилимпикс» проводится по олимпийской системе в три этапа – региональный, национальный и международный. Книжные иллюстрации, как произведения искусства. В картинной галереи открылась выставка «Тамбовская графика на службе книги». 70 работ и 11 авторов. Все из собраний коллекционеров «Братьев Черновых». В экспозицию вошли рисунки местных художников к произведениям тамбовских авторов. На графические работы посмотрела Елена Хромова. Экспозиция показывает книжную графику, как интересную часть тамбовской культуры. Художники, работая в этом жанре, показали свое понимание книги, где иллюстрация является целостным толкованием литературного произведения. Даже самые простые издания имеют художественное оформление. Здесь иллюстрации – предмет искусства. А вместе с виньетками, полями, буквицей они создают единый ансамбль, формируют эстетику книги. Книга – это организм целостный, где важно абсолютно все. Обложка, титульный лист, шрифт, размер шрифта, полостные иллюстрации. Ну и, конечно, задачи графиков иллюстраторов, которых мы здесь видим на этой выставке, соответствуют этим задачам. Бучнев, Беркетов, Ульянов – эти художники внесли огромный вклад в развитие тамбовской графики. Их иллюстрации понятны и удобны для восприятия. Они не просто поясняют текст, а расширяют и дополняют его. Умением тонко чувствовать поэзию отличаются изящные оригиналы макеты Асеева – книга Моруделева. Ему приходилось, в силу того, что компьютера не было, просто не располагали возможности пользоваться компьютером, это верстка вручную, и иллюстрации приходилось буквально вот ювелирной точностью, вот один к одному такой маленькой книжки делать. Причем вот в таких маленьких работах он все равно дает характер, он все равно дает тему. Художественные иллюстрации включают в себя множество деталей, характеризующих героев, антураж, время и место действия. Все вместе дает читателю представление о сюжете, раскрывает более полный замысел автора. Графика Никитина не только информативна, но и эмоциональна. Наиболее ярко она выражена в книге Яковлева «Ярмарка». Он не только характеры дает, он дает очень хорошо время, детали. И мы благодаря этим иллюстрациям погружаемся в то время, и книга становится интереснее. Жизнь этих книг, а точнее их иллюстрации, не остановится. После выставки экспозиция перейдет в фонды картинной галереи и периодически будет появляться в разных проектах. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова, Область новостей. Особенно творческие тамбовчане провели эти выходные в усадьбе Асеевых. Там открылся арт-балкон. Субботний вечер на мастер-классе по живописи провела и наш корреспондент. О том, что рисовать может каждый, расскажет Алла Белякова. Вот так балкон Асеевского перевоплощается в площадку для живописи и арт-терапии. Проект «Арт-балкон» приглашает всех неравнодушных к искусству, создать собственный шедевр. Сегодня под руководством художницы Светланы Маркеевой участники за пару-тройку часов нарисуют мост желаний. Возраст у начинающих художников разный. Светлана Маркеева уверена, что рисовать может каждый. А мастер-класс – отличная возможность не только освежить навыки, но и побыть наедине с самим собой. Человек, когда работает, он не только что-то изображает, но и уходит в себя. Он и анализирует, что у него происходит на полотне, и сработает с какими-то своими мыслями. То есть у него получается такое время, когда он именно проводит с собой. Каждый раз тема мастер-классов будет меняться, да и материалы для работы тоже. Например, в планах урок по отпечаткам растений в технике гипсовых слепков. Без внимания не останутся и пожелания участников. К нам звонят, пишут, хотят записываться. Запись уже идет на месяц вперед. Поэтому мы очень рады продолжаем и дальше развивать этот проект. Ведь те люди, которые действительно ни разу в руках не держали кисть, приходят раскрывать свои таланты. Арт-балкон в Осевском будет открыт на протяжении всего лета. Любой желающий каждую субботу может прийти сюда и научиться рисовать с нуля, либо улучшить свои навыки в живописи. Однако организаторы предупреждают, что количество мест ограничено, и на мастер-класс нужно регистрироваться заранее. Алла Белякова, Дмитрий Наякшин, Анна Мусатова, Область новостей. В течение двух дней 12 духовых коллективов объединились одним целым на 8-м международном фестивале духовых оркестров имени Агапкина и Шатрова. За 7 лет существования праздник под открытым небом стал популярным среди тамбовчан. Тысячи людей приезжают на площадь музыки, чтобы послушать духовую музыку, классическую, джазовую, военную и популярную. Подробнее в сюжете Елены Хромовой. Воскресный день духовую музыку можно было услышать на нескольких городских площадках. Жаркая погода стала препятствием для слушателей, но не преградой для музыкантов. Вооружившись нотами и инструментами, они исполнили лучшие свои произведения. У нас осталось очень немного. Такие, которые любят истинно духовую музыку. Но духовая музыка, к сожалению, в Тамбове, она сейчас как бы сузилась. Нет того плана, нет в школах оркестры. Ну, совершенно по-другому. Раньше в каждой школе, в каждом заводе, то есть очень было много. Теперь осталось раз-два казачок. Но я думаю, что в будущем все это придет в норму. Эстафетную палочку молодежь передает оркестрам из районов. Словно на музыкальном ринге, один коллектив сменяет другой. Инжавинский народный духовой оркестр не в полном составе, да и не при полном параде. Коллективу 79 лет. Из них 48 руководит им Виктор Кравчук. Фестиваль дает возможность музыкантам еще раз взять в руки любимый инструмент. Они блестящие и красивые. На них так и хочется поиграть. Подогрев интерес публики, небольшие оркестры направляют все внимание на марш-парад главных виновников торжества. Сила воздействия духовой музыки на слушателя проверена жизнью. Сегодня существует большое количество духовых оркестров, которые прекрасно звучат не только на концертных площадках, но и на открытых. Международный фестиваль дает прекрасную возможность объединиться всем духовикам в одном творческом порыве. На других посмотреть и себя показать. Под открытым небом звучность особенно мощная и яркая. Оркестр создает бодрую и праздничную атмосферу. Мы слышим очень много искусственной музыки. А вот сила духового оркестра, она в том, что музыканты играют, как принято в наше время говорить, вживую. И это настолько трогает зрителя, это настолько вдохновляет. Данные инструменты звучат благодаря нашим усилиям. Это и дыхание, это знание материала и, конечно же, сила в тех композиторах, которые писали музыку для духового оркестра. Красота мундиров, отработанный шаг, блеск ботинок. Оркестр направляется к памятникам великих дирижеров и композиторам – Агапкину, Шатрову и Халилову. Для них триколор из цветов и благодарность от жителей и музыкантов. Когда подходишь к этому памятнику и видишь эту надпись, что Валерию Михайловичу Халилову от благодарных жителей города Тамбова, конечно, это ком в горле. Это очень приятно, что в Тамбове это никогда не забудут. И огромное спасибо за это. На площади музыки лучшие духовые коллективы показали всю свою сноровку, закалку, тренировку. У каждого оркестра свой темп и своя отличительная особенность. У коллектива из Орла – это золотые хиты разных лет. Они ловко управляют и звуком, и телом. Я начинаю заводить, и за мной заводятся мои музыканты. То есть я на это изначально настраиваюсь, что они будут заводиться вместе со мной. Но я не знаю, я знаю такую фразу, забыл какой-то гениальный ученый, и сказал, что талант – это 99% труда и 1% везения. То есть я, в принципе, этому учился определенное количество лет. Я закончил Московское Суворовское училище, которое сегодня будет выступать. Живая музыка всегда будет на пике популярности, ведь только она способна вызывать искренний отклик души и дарить настоящий праздник. И, можно сказать, с уверенностью, несмотря на развитие техники, живые военные оркестры будут существовать столько, сколько будут существовать вооруженные силы. Без медных труб полк не пройдет огни и вод. А значит, у международного фестиваля большое будущее. Елена Хромова, Валентин Толстых, Ольга Кириллова. Область новостей. Праздник с самого утра и до позднего вечера ждет Тамбовчан по случаю Дня города и Дня России. О том, что конкретно запланировано на 12 июня, рассказали сегодня в городской администрации. Уже в 10 утра Тамбовчан и гостей города ждут в парке культуры и отдыха. Тем временем на набережной Заречной территории развернется военно-исторический фестиваль. Наиболее насыщенная программа откроется в 5 вечера. Скверы в центре города станут интерактивными площадками для детей и молодежи. На площади Ленина представят выставку военной техники. А нижняя аллея набережной порадует гостей праздника гастрономическими изысками. На Максима Горького начнет работу совершенно новая площадка, посвященная году театра. Будет несколько представлений наших театров. Кукольного театра, молодежного театра, драматический театр тоже выйдет на эту площадку. Это зеленая зона вдоль улицы Максима Горького. Если вы обратите внимание, то в афише мы обозначили точное время начала детских спектаклей, для того, чтобы желающие родители с детьми могли прийти и посмотреть эти спектакли в такой тенистой зеленой зоне. Традиционный музыкальный марафон откроют в 17.00 на площади музыки. Весь вечер гостей праздника будут развлекать творческие коллективы Тамбовой области. Не обойдется и без звездных гостей. Пока, правда, их имена держат в секрете, но обещают, что сюрприз непременно будет приятным. В 11 вечера праздник завершится фейерверками на заречной территории и у культурно-досугового центра «Мир». Прыжок в высоту. Проект, продвигающий роп-скриппинг. Это набирающий популярность вид спорта, где неотъемлемой частью является скакалка. Уже третий год проект помогает юным жителям региона приобрести незаурядные способности. Подробности в сюжете Олега Рожкова. Финальный прыжок. Экзамен. Так можно описать окружной слет любителей скакалки в Галдыме. С сентября по июнь команды спортсменов проходят обучение, а в завершении показывают, кому из них лучше удалось освоить эффектную дисциплину. Все это время ребят учат и сопровождают бывалые укротители скакалки, представители танцевального коллектива «Сияние», которые, к слову, месяц назад уже во второй раз завоевали звание чемпионов России в этом виде спорта. На протяжении года ездим по учреждениям с ребятами, преподаем мастер-классы по темам, причем не только, грубо говоря, практику, но еще также теорию про развитие роп-скиппинга как в России, так и в мире. Сейчас вообще новые рекорды устанавливаются. И какие соревнования проходят, и какие стандарты здесь есть. 80 человек стали участниками проекта. Обычно это только воспитанники школ-интерната в Тамбовской области. Но проект расширяет спортивные границы и уже начал притягивать прогунов из других регионов. А сейчас я хочу вас познакомить с нашими гостями, которые приехали из города первого салюта, города Орла. Привет, девчонки, как вас зовут? Привет. Варя. Алина. Давно занимаетесь в роп-скиппинге? Нет, всего три месяца. Мы новички пока что. Что вам так нравится в этом виде спорта? Почему решили им заняться? Он разбивает выносливость и еще... Окреплять мышцы. Да. Ну, что нового вы узнали, когда начали заниматься этим видом спорта? То, что прыгать на скакалках можно не просто, а еще делать трюки. Все так. Часто спортсмены используют в своих номерах акробатику, сочетают прыжки через скакалку с танцевальными стилями брейк-данс, хип-хоп, рок-н-ролл. Только главное при выборе направления не забыть подготовить правильный инвентарь. Я как дилетант в этом виде спорта открыл для себя удивительную вещь. В роп-скиппинге для каждого направления есть своя скакалка. Да, вот, например, для трюкового я слышал, что есть бисерная скакалка. Да, чем она хороша? Расскажи. Смотри, ты абсолютно прав, что для каждого направления есть своя скакалка. Представлю, я представляю направление фристайл. Это трюки со скакалкой, особенно сальто, с дрелищное направление. И существует своя скакалка из бисера, которая не путается, создает тяжесть веса, чтобы она легко крутилась и при этом не путалась в воздухе. Плюс она состоит из веревки, как ты можешь заметить, которая не рвется, как простая скакалка из дешевых магазинов. И ручки делают нам тяжесть, которые могут вращаться и делать дрелищные трюки на ней. И срок службы этой скакалки год при хороших трюках, друзья. Покажи какой-нибудь трюк. Конечно. Профессионалы говорят, что роб-скиппинг – не детская забава и ребячество. Это полноценный вид спорта, который может еще и превращать талант юных спортсменов в хороший заработок. Конечно, можно. То есть, скиппинг – это не только просто соревнования по скорости. Вы увидите сегодня, ребята на фестиваль добавили скоростные дисциплины. Это еще и шоу. То есть, любые корпоративы, любые большие спортивные площадки. Мы много выступаем. Нас зовут на классные мероприятия. Заказчики платят деньги. В России роб-скиппинг все еще на этапах становления. Но поклонники пророчат ему серьезное будущее. Ведь этот спорт уникален. Им можно заниматься практически где угодно и самое главное – в любом возрасте. А все, что вам нужно – это скакалка и прыжок в высоту. Олег Рожков, Николай Иванов, Олег Щербаков. Область новостей. И на этом все. Напоминаю, телефон нашей редакции 56 46 48. Звоните, если вам есть о чем рассказать. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова